Добрый день, коллеги! Предлагаю начать. Наверное, практически все, кто хотел, уже пришли. И тема сегодняшнего занятия — это управление системой, то есть установленными в ней приложениями, тем, что в какой момент времени запущено, что запускается, в каких ситуациях или при старте системы, каким образом эти приложения взаимодействуют друг с другом и какие служебные средства для запуска этих приложений в определенное время существуют. Исторически в первых дистрибутивах Linux никаких специальных средств для управления установленными программами не было. Просто те, кто желали установить какую-то программу, брали себе ее частые исходные коды, как это принято в сообществе опенсорса или в случае каких-то проприетарных приложений в бинарнике и используя ту, например, систему сборки и установки исхода, которая поставляется вместе с исходными кодами, компилировали приложение и устанавливали его в систему. При этом ответственность за установку всех необходимых зависимостей для того, чтобы собрать приложение и запустить его, и для того, чтобы это приложение своевременно обновлять, и ответственность за то, чтобы приложение ничем не конфликтовало, и чтобы оно, скажем, при инсталляции не затерло файлы уже какого-то другого приложения, из-за чего оно не сможет больше работать. Вся эта ответственность сложилась целиком на пользователях. Изначально пока, добрый вечер, пока Linux использовался исключительно в качестве операционной системы для небольшого количества энтузиастов, такой подход вполне устраивал, однако, когда он начал использоваться для промышленных целей, подобная ситуация уже стала неудовлетворительной, потому что резко выросла цена ошибки, возникающая при подобном хаотическом методе управления в системе. И для того, чтобы решить эту проблему, управлять тем, что же именно установлено, из чего состоит то, что установлено, какие зависимости нужны установленным приложениям, и для чего они сами могут быть зависимостью, были созданы так называемые пакетные менеджеры или менеджеры пакетов. В дистрибутиве, который мы рассматриваем в качестве учебного примера, именно CentOS 7, в качестве менеджеров пакетов используются RPM и YOM. Почему их два и какие же их задачи? Менеджер пакетов RPM работает с пакетами на низком уровне. То есть он работает с тем, из чего состоит изолированный пакет. В пакете в первую очередь есть набор файлов и указания их метаданных. Какие именно права на эти файлы должны быть установлены, какими должны быть контрольные суммы их содержимого для того, чтобы можно было верифицировать целостность пакета. Все это содержится в его метаданных. Кроме этого, у метаданных пакета содержатся зависимости от наличия в системе других пакетов и их конкретных версий, а также то, какие именно зависимости может данный пакет удовлетворять. Как это выглядит, увидим позднее. Кроме этого, в пакет входят сценарии, скрипты, выполняемые при установке или удалении пакета и при прочих событиях, описание пакета, это его имя, версия, номер сборки, какое-то краткое описание того, что в него входит и подобные вещи, которые мы также увидим. Кроме этого, самое, наверное, редкое используемое свойство РПМ пакета – это триггеры, то есть некие действия, которые должны выполнять этот пакет при операциях вообще с каким-то другим пакетом. За работу со всем этим отвечает пакетный менеджер РПМ. Он принимает на входы, он работает с изолированными пакетами, может их устанавливать в систему, удалять из системы, верифицировать уже установленные пакеты, проверять их свойства, но он не может разрешать зависимости. Например, если для устанавливаемого пакета не удовлетворены какие-то зависимости, то РПМ может просто завершить установку ошибкой. При указании каких-то определенных ключей он может все-таки установить, требуемый пакет, но зависимости он при этом не разрешит и установит его просто на ваш страх и риск. Вполне возможно, что он при этом работать не будет. То есть РПМ берет на себя всю низкоуровневую работу с пакетами. Давайте посмотрим это на примере. Пример подобной работы есть в презентации и его можно продемонстрировать на учебной системе. Посмотрим в качестве примера пакет Clip C, содержащий в себе библиотеки для приложений на языке C. Собственно, он так расшифровывается, Gnu или Library C, и это видно из его метаданных. В описании, что это библиотеки для языка C. Версии 2.17, имя пакета Glebsy, будьте здоровы. Сборка номер 157 для Archel 7, вот этими буквами EL7, они расшифровываются как Enterprise Linux, и версия 7 обозначаются все дистрибутивы этого семейства, то есть это Archel 7, CentOS 7, Scientific Linux 7 и ряд других. Архитектура, для которой был собран пакет, когда он был установлен в систему, в какую группу пакета он входит, размеры и прочие его свойства. Также пакетный менеджер содержит в себе информацию о том, что же в этом пакете должно содержаться. Нужно обратить внимание, что в этом списке файлов указано не то, какими свойствами фактически обладает файл, а какими свойствами он должен обладать в пакете. Давайте посмотрим в качестве примера. Есть, здесь упомянут, например, файл NSWitch.conf, возьмем и поменяем на него права. Кто может ответить, что означали права, которые на него были выставлены ранее, и что означает права, которые я выставил сейчас? Для чтения и запись. Для кого? Для рута, чтения и запись, для всех остальных чтения. А теперь? Теперь это для выдачи и запись, для группы. Тоже чтение и запись? Обязательно. Уже на чтение. Верно. Тем не менее, как мы видим в списке файлов, его права не изменились. Однако, если провести верификацию данного пакета... Ой, продон, это моя опечатка. Можно увидеть, что... РПМ утверждает, что данный файл изменился, у него поменялись права записи. Восстановим его. И верификация снова проходит нормально. Вот таким образом мы можем легко продемонстрировать одну из основных задач пакетного менеджера — поддержание консистентности установленных пакетов и выявление ее нарушения. Также другая важная функция пакетного менеджера — это отслеживание зависимости. Например, пакет Glepsi, как легко видеть, зависит от большого количества вещей, среди которых не только какие-либо пакеты, например, определенных версий или просто какие-то, но и, скажем, СОШКИ, то есть разделяемые библиотеки. Возможно, у кого-то возникнет мысль, что монтейнеры этого пакета очень много трудились, собирали список разделяемых библиотек, которые ему нужны, и вписали в зависимости. Это, конечно же, не так. Одно из преимуществ системы управления пакетами над ее отсутствием или над какой-то другой плохой системой управления пакетами в том, что многие зависимости она умеет генерировать автоматически. То есть при сборке RPM-пакета штатная утилита для сборки RPM-билд выявляет исполняемые бинарные файлы, которые у него входят, и проверяет, какие им нужны разрешаемые библиотеки. И все их добавляют автоматически в зависимости пакета. Но как же быть? Как разрешить эту зависимость? Ведь понятно, что пакета с таким именем, например, Lipsy SO6 не бывает. Как же может от такой сущности зависеть другой пакет? Дело в том, что на самом деле пакеты зависят не от имен других пакетов, а от, как в терминах одних пакетных менеджеров, это называется виртуальными пакетами, в терминах других того же RPM-а это называется провайды. Дело в том, что каждый пакет, вот здесь список провайдов еще больше, чем список того, что он требует, поэтому я позволение промотаю выше, и можно увидеть, что Glepsi проводит свое имя Glepsi со своей версией, ряд других вещей, которые у него также вписаны в провайдах, например, LD-конфиль, и огромное количество библиотек, которые в нем содержатся. Их также никто не вписывал вручную, когда собирается новый RPM-пакет, и утилита сборки пакетов видит, что в него входят разделяемые библиотеки, она автоматически добавляет их в провайды данного пакета. Таким образом, зависимость одного пакета от разделяемых библиотек, входящих в другой пакет, может быть разрешена автоматически, так что не мейнтейнер, собиравший один пакет, не мейнтейнер, собиравший в другой эти провайды и зависимости автоматически руками не вписывал. Но вот этот момент очень часто не является, так сказать, камень на камне преткновения для тех, кто не очень хорошо понимает, как работают пакетные менеджеры. Есть такое заблуждение, что в зависимости указывается имя пакета, но на самом деле это не так. В зависимости указывается именно что-то из этого списка провайдов. И пакет с именем Глипси удовлетворяет зависимость от Глипси не потому, что он называется Глипси, а потому что в нем есть провайд с названием Глипси. В пакет просто автоматически добавляется провайд с его именем и его версией при его сборке. Ну и при этом много других провайдов также. Кроме этого, знание данного факта позволяет сразу понять, в чем дело в случае следующей, к сожалению, распространенной проблемы. Представим себе, что какая-то разделяемая библиотека в системе есть, в приложении ее используют, но пакет, который вы хотите поставить, не устанавливается. и утверждает, что ему не хватает именно этой библиотеки. Но она же есть в системе. А пакет утверждает, что ее не хватает. С чем, по-вашему, может быть связана эта проблема в свете данных сведений? По сравнению с чем? Разумный вопрос. Обратите внимание, что здесь, после имени файла и стандартного врушения ISO, Shared Object, есть номер. Этот номер отвечает за версию так называемого ABI, Application Binary Interface. И каждый раз, когда у разделяемой библиотеки ABI меняется, у него должна увеличивать эта циферка. Таким образом, чтобы в системе могли быть установлены сразу много библиотек с разным ABI, и в зависимости от того, с какой именно версии свинковано приложение, оно могло использовать нужную. И при этом не возникало конфликтов по именам файлов. Таким образом, если, согласно вашей гипотезе, в системе установлена несовместимая версия этой разделяемой библиотеки, то у нее будет другой номер во имени ABI, она будет просто не совпадать с тем, что именно нужно приложению. Потому что давайте посмотрим, как слинковано типичное приложение. Вы видите, что оно требует конкретных версий ABI, видя, что в нем указаны эти цифры. Но предположим, что версия ABI совпадает, а проблема остается. С чем же она может быть связана? Может, скажем так, разные фаши? Нет. Разные с чем? Пардон. Опять же, когда вы говорите, что что-то изменилось или что-то разное, вам нужно задать точку отсчета по сравнению с чем? Нет. В случае нарушения консистентности пакета он ничего не перестает проводить. Просто вы можете выявить эту неконсистентность, например, с средствами мониторинга. А проблема подобная возникает в связи с тем, что, например, какая-то библиотека установлена несредствами пакетного менеджера. Ее могли притащить вручную, собрать конфигурию MakeMakeInstall и установить систему. Или, как сейчас это любят всякие молодые хипстеры, используют систему управления конфигурациями, например, не только для того, чтобы управлять конфигурациями, но и для того, чтобы софт ставить. В таком случае, если хоть какой-то софт, например, содержащий в себе разделение библиотеки, был установлен не средствами штатного пакетного менеджера системы, а средствами, например, системы управления конфигурацией, или средствами какого-то альтернативной системы, якобы управления пакетами, например, поставляющие в составе стандартных библиотек каких-либо скриптовых языков и время от времени компилирующих нативные расширения тоже в сошке, это приведет к тому, что провайда с данной библиотекой не будет. И пусть бы даже данная библиотека нужной версии лежала в каждой директории данной системы, все равно пакетный менеджер будет утверждать, что ее нету, потому что ни один пакет ее не провайдит. Потому что он не смотрит на то, что есть системе, он смотрит на то, что есть метаданных пакетов. И таким образом работает с зависимостями, если вы устанавливаете средствами РПМа пакет напрямую, что не рекомендуется, он просто скажет, что зависимости не удовлетворены. Если устанавливается средствами более высокого уровня пакетного менеджера ЯМ, о котором мы поговорим, в дальнейшем он пойдет в репозиторий и будет искать там подходящие пакеты, в которые это провайдит. Если он найдет подходящий пакет, то он его установит в качестве зависимости к данному приложению. И если библиотека ставится по тому же пути, что и одним из упомянутых альтернативных методов, то он ее просто перетрет, потому что с точки зрения пакетного менеджера, других пакетных менеджеров кроме него в системе быть не может. Это сразу намекает на определенные опасности и ограничения в использовании альтернативных средств в установке софта. Также продемонстрирую. Такого пакета здесь нет, поэтому установим его и продемонстрируем. То, что пакет не просто статический набор файлов с определенными свойствами, которые выставляются пакетным менеджером при установке и далее могут быть верифицированы, но он в момент возникновения каких-либо событий, в первую очередь его установки, удаления или обновления, может выполнять какие-то действия. За эти действия отвечают скрипты, выполняемые в момент возникновения того или иного события. Видно, что здесь, например, pre-anonstal script let выполняется перед удалением пакета, после-anonstal, соответственно, после удаления и вычищает те вещи, которые были сделаны при установке этого пакета. А как же они были сделаны? Они были сделаны скриптами post-install, которые выполняются после того, как пакет был установлен. И за выполнение этих действий с удалированными пакетами отвечает пакетный менеджер RPM. Пакетный менеджер YAM отвечает за более высокоуровневые вещи. Он отвечает за управление источниками, из которых эти пакеты появляются в системе, за разрешение зависимости и за обеспечение определенного уровня транзакционности работы с пакетами. Так что после корректного завершения работы YAM у вас будет консистентный набор пакетов в системе, для которых не будет такого, что установлен какой-то пакет, для которого, например, не разрешены зависимости. При условии, конечно, что вы не сделаете это вручную не средствами YAM, но за это он отвечать не может. Также YAM отслеживает такие операции, как, например, возможность обновления пакетов. С его помощью может смотреть, для каких пакетов в системе существует обновление, чтобы в случае необходимости установить. Также YAM может позволить относительно удобно откатиться на предыдущую версию пакета, при условии, что она осталась в репозитории, или заменить один пакет на другой на лету, чего вы средствами РПМ просто так напрямую не сделаете. Вспомним, что пакеты зависят не от наличия других пакетов как таковых, но и от провайдов, которые в них содержатся. Например, у вас есть пакет, которому требуется хоть какой-нибудь почтовый сервер, установленный на этом хосте, для того, чтобы от своего помощи отправлять письма. Ему не важно, какой это будет почтовый сервер. И для того, чтобы обеспечить подобные... Для того, чтобы обеспечить возможность указания подобной зависимости в пакете, почтовые сервера, например, Postpix, которые присутствуют в системе по умолчанию, проводят такой виртуальный пакет, как МТА большими буквами, Mail Transport Agent. А представим себе, что у вас установлен пакет, которому нужен хоть какой-нибудь почтовый сервер, неважно какой, и вы решили поменять этот самый почтовый сервер. Казалось бы, на первый взгляд, нет никакого способа, кроме того, как удалить текущий почтовый сервер, не совсем, что от него зависит, а потом это все, что от него зависело, включая тот ваш пакет, ради которого вы все это делаете, поставить обратно. Это неудобно. Ям может позволить вам на лету подменить один пакет другим, при условии, что он проводит все нужные вещи, и консистентность пакетов в системе не нарушится, и таким образом избежать выполнения большего количества потенциально-деструктивных операций. Рассмотрим его работу на примерах. Во-первых, как я уже сказал, одна из основных функций Яма это управление источниками пакетов. Откуда в вашей системе эти пакеты берутся? Они берутся из так называемых репозиторий. Репозиторий — это чаще всего просто какой-то набор статистических файлов, доступных по протоколам HTTP или HTTPS в подавляющем большинстве, я бы сказал, случаев. И также набор определенных файлов с метаданами, которые позволяют пакетному менеджеру узнать, какие пакеты есть в этом репозитории, от чего они зависят, что они проводят, для того, чтобы не пришлось скачивать все пакеты и смотреть их свойства для разрешения зависимости. Посмотрим, как это выглядит в типичном репозитории. Например, возьмем его из этого примера и откроем для удобства рассмотра в браузере. Видно, что в репозитории есть какой-то набор рпм-пакетов, в данном случае довольно большой. И, кроме этого, в нем есть поддиректория RepoData, в которой содержится стандартный индексный файл repo.mdxml, который указывает уже на все остальные необходимые ресурсы, содержащие в себе списки пакетов, списки их зависимостей, списки их провайдов и прочие важные вещи. Поскольку репозиторий EPL нам понадобится в дальнейшей работе, нам стоит его подключить. На первый взгляд, можно было бы это сделать вручную. Во-первых, в презентации указана не совсем правильная конфигурация, она взята из 6-го Цинтоса, а подходит к 7-му. Во-вторых, устанавливать репозиторий EPL таким образом не рекомендуется, потому что это внешний репозиторий, который вам не подконтролен. И более того, это зеркало внешнего репозитория, который вообще третьи люди, не имеющие никакого прямого отношения к команде Цинтоса, которой вы более-менее доверяете, ничего бы не установили их в дистрибутив. Поэтому подключать репозиторий таким образом может быть потенциально опасно, так как нет возможности верифицировать, что вы устанавливаете именно те пакеты, которые были собраны по командой проекта EPL. Для того, чтобы можно было это проверить, требуется установить и настроить их публичные ключи, для того, чтобы можно было верифицировать электронные подписи пакетов. Все это автоматически, в нашем случае, не придется это делать вручную. Для того, чтобы подключить репозиторий EPL, существует замечательный пакет EPL Release. Предлагаю его установить и посмотреть, из чего он соответствует. Да, это лучше не просто смотреть на доску, а сделать самим, потому что в дальнейших занятиях пакеты из данного репозитория нам понадобятся. Видно, что в первую очередь он содержит в себе ГПГ-шный публичный ключ, который будет использоваться для того, чтобы проверять валидность пакетов. Он содержит в себе документацию и конфигурацию двух репозиторий EPL, первый из которых просто EPL. Он подключается таким образом, что по умолчанию включен только нужный нам репозиторий с бинарными пакетами, но при необходимости можно из него устанавливать пакеты, брать из него пакеты исходными кодами, но этот репозиторий по получению выключен, и пакеты с отладочной информацией, которые бывают необходимы в случае, если нужно разобраться с особенностями работы каких-либо приложений в исходных кодах. Например, почему они работают не так или вообще падают. Но поскольку это дебаг-инфа занимает много места в бинарях, то обычно при сборке пакеты ее из них удаляют, то собирали отдельный пакет, имя которого получается из имени исходного, с дописыванием дебаг-инфа к нему. И такой репозиторий очень часто подключается рядом с обычным, он позволяет при необходимости скачать, установить пакет с отладочной информацией. Однако с этим в работе встречаться приходится нечасто, и поэтому подробно на этом мы останавливаться не будем. В подобной конфигурации использование репозитория EPL гораздо более безопасно, поскольку поддержка электронных подписей исключена, и указан конкретный ключ, который будет для этой верификации использоваться. Для примера установим какой-либо пакет из этого репозитория. И увидим, что нас отдельно спрашивают, доверяем ли мы этому публичному ключу. Да, предположим, доверяем. Таким образом пакетный менеджер разрешает зависимости для данного пакета, и после того, как он устанавливает зависимости, он устанавливает его самого. Все, установка завершена. Как работать с Ям? Во-первых, для того, чтобы найти, есть ли в репозиториях требуемый вам пакет, используется, как ни странно, Ямсерч. К примеру, Ямсерч перв показывает, что да, действительно, такой пакет, а также много других пакетов, название которых входит эта подстрока, присутствует. Для установки пакета также используется, как мы уже много раз видели. Добрый вечер. Используется команда Ямонстал, и в данном случае перф уже установлен, и ничего установлено не будет. Для обновления и удаления используются также логичные команды update и remove. Причем, надо понимать, что Ямонстал, в случае, если он будет использован на пакет, для которого есть обновление, он предложит его обновить. Отличие Ямонстала от Ямапдейта заключается в том, что Ямапдейт обновит пакет, если он есть, и ничего не сделает, если такого пакета нет. Ямонстал также обновит пакет, если он есть, и установит последнюю версию имеющегося пакета, если его нет в системе. Кроме этого, есть замечательный метод downgrade, который часто используется не при обычной работе системы на уровне пользователя, или, скажем, рядового системного администратора. Он чаще всего нужен, если вы устанавливаете из пакетов какие-либо программы, написанные программистами из вашей собственной компании. Их, как показывает практика, регулярно приходится откатывать из-за наличия багов разной степени совместимости с жизнью. И в таком случае Ямда downgrade, имя пакета, откатит его на предыдущую версию, которая была в этой системе установлена, а Ямда downgrade с указанием версии, откатит его на ту версию, которую вы указали при условии, что она есть в репозитории. Также полезно время от времени отслеживать. Я сейчас, к сожалению, это не покажу, пока не завершится установка пакета, потому что во время своего... Поскольку для того, чтобы два одновременно запущенных Яма не выполнили какие-либо взаимопротиворечащие действия, работа пакетного менеджера блокируется, если один инстанс его уже запущен, и другой запущен быть не может. Поэтому нужно дождаться, пока здесь завершится установка, и тогда можно будет сделать с ним что-то еще. Вот она завершилась своевременно. И полезно время от времени просматривать, какими именно пакеты в вашей системе требуют обновления, поскольку в обновлениях часто исправляются критические баги или уязвимости в приложениях. И держать систему очень долго не обновленной не стоит. Одно из преимуществ дистрибутивов линейки RedHat заключается в том, что там брать и полностью обновлять систему штатных репозиторий до последних версий пакета практически не страшно. Гораздо менее страшно, чем в каких-нибудь дистрибутивах, например, семейства Debian, в которых за совместимостью новых версий пакета с остальными следят гораздо хуже, просто потому, что они не отвечают за последствия деньгами. И еще один малоизвестный, так сказать, механизм работы с пакетными менеджерами ЯМ заключается в работе с группами. Дело в том, что есть не только такая замечательная сущность, как отдельный пакет, который может быть установлен, но для удобства пользователей существует так называемая группа пакетов, которые могут быть установлены в ситуации, когда систему планируется использовать тем или иным способом. Например, если я собираюсь использовать эту виртуалку как для разработки или сборки софта, я мог бы установить туда группу средств разработки. Туда входит очень много пакетов. Я это сейчас устанавливать не буду, поскольку это займет много времени от занятия. Однако при работе приходится не только устанавливать готовые пакеты, но и собирать свои. Например, если вам нужно консистентно разложить какое-либо приложение или набор файлов или что-то подобное на несколько серверов, и быть уверенным, что оно всегда станет одинаково, удобно оформить это в виде RPM пакета и положить в собственные репозитории. Туда управлять этим нужно будет так же, как и всеми остальными пакетами, используя те же самые штатные средства. Поэтому и с админу, и программисту очень полезно уметь собирать пакеты самому. Программисту будет удобно выдавать свои приложения для установки таким образом. Админу работать с подобными пакетами или собирать свои служебные цели. Поэтому рассмотрим, каким образом можно собрать собственный пакет. Для подготовки к сборке установим пакет RPM Defuse Build, содержащий в себе необходимые набор утилит и файлов конфигурации для того, чтобы собирать простейшие пакеты. Далее, после того, как вы установите его, я убедительно попрошу вас, операции, связанные с установкой пакета, то есть с сборкой пакета под рутом не делать. Много чего можно делать под рутом, но конкретно это лучше не надо. Почему? Дело в том, что, как мы увидим, например, в этом же тестовом пакете, в секции Install формируется определенная директория RPM BuildRoot, и в нее устанавливаются файлы, которые в дальнейшем войдут в состав пакета. Если где-то в инструкциях инсталляции пакета будет пропущено то, что надо ставить внутрь BuildRoot, то инсталлятор может попытаться испортить файлы, имеющиеся в системе. Если вы будете делать это из-под рута, то просто банальная попытка собрать пакет может взять и испортить до неузнаваемости вашу сборочную систему, так что вы потом будете долго разбираться, почему это произошло, и в итоге найдете один пропущенный RPM BuildRoot на четвертом экране вашего SPEC-файла. А под простым пользователем у вас просто не хватит права это сделать, у вас появится ошибка, указывающая на конкретную строчку в SPEC-файке, которую необходимо поправить. Поэтому конкретные эти действия желательно под рутом не выполнять. Для работы с сборкой пакетов используется стандартная структура директории. Директория RPM Build. В вашей домашней директории и в ней такой набор по директории, как... Пробуем собрать тестовый пакет и посмотреть, что же именно в него входит. Если вы пользуетесь текстовым редактором Vim и попробуете открыть на существующий SPEC-файл, вы увидите, что Vim заботится о вас и предлагает вам уже готовую структуру для него. То есть, если вы берете Vim, какой-то несуществующий файл .spec, вот пусть, например, в этой директории, то вы увидите, что для вас уже там будет заготовлен шаблон. Содержимое этого шаблона мы рассмотрим отдельно и чуть-чуть позже. А пока попробуем собрать наш тестовый пакет. Для того, чтобы начать сборку пакетов, можно сначала понять, какие именно они бывают. И бывают два основных вида пакета. Это бинарные пакеты, те, которые подлежат установке в систему, и пакеты с исходными кодами, так называемые SRC-RPM, Source-RPM, ну и в том же духе, которые содержат в себе все необходимое для того, чтобы этот пакет пересобрать. Они будут содержать в себе этот самый SPEC-файл, набор исходников, указанных в поле Source, и давайте лучше открою это. Все остальное, что требуется, для того, чтобы этот пакет мог быть пересобран. Они предназначены для того, чтобы можно было легко взять ваш пакет, модифицировать его и собрать модифицированную версию. Из чего состоит наш тестовый пакет? Он называется FU, это стандартная так называемая метасинтактическая переменная, то есть имя, используемое для описания какого-либо синтаксиса. Версия у данного пакета 0.1, сборка у него, номер 1, и к этому номеру будет дописан дистрибутив, под которым производилась сборка. Описание этого пакета, то, что это тестовый пакет, рецензия для распространения, но поскольку он тривиальный, MIT, в которой разрешено практически все, только требуется указывать имя автора. И этот пакет зависит от глипсии, не потому что ему очень сильно нужен глипсия, а просто для того, чтобы продемонстрировать, как именно в пакет добавляются зависимости. У этого пакета есть один исходный файл, тест.txt. Он должен находиться в rpmbil.sources. Создадим его там. Создали. Теперь можно попытаться этот пакет собрать. Отлично. Поскольку пакет тривиальный, он собрался мгновенно. И как вы видите, я использовал ключ rpmbil-ba, и собрались два пакета. Один бинарный, другой с исходными кодами. Если бы я использовал, например, ключ bb, остальные вы можете узнать из мануала по rpmbil. Я не буду вас сейчас грузить этой малополезной информацией, но два основных ключа, которые можно использовать при сборке пакета, это rpmbil-ba для сборки и бинарного пакета, и пакета с ходными кодами, и минус bb для сборки пакета, содержащего только... вернее, только бинарного пакета. Теперь наш тестовый пакет собран. Естественно, это всего лишь простейший пример. Единственное, что в этом пакете производилось, это его установка, и при установке пакет full всего лишь берет и помещает в систему один-единственный файл test.txt по директорию etc, как указано в секции файл. Права у этого пакета такие же, какие были заданы при инсталляции, что владелец root. собственно, это и было указано в spec-файле, что если для файлов входящих в пакет права не заданы явно, то делать атрибут такими же, какие были у файлов в build.root, а владельцы пользователей группу задавать root. однако, что же происходит при установке, обновлении или удалении пакета? Мы говорили о существовании таких замечательных сущностей, как скрипты, запускаемые при установке, и поскольку, возможно, при решении следующего домашнего задания вам скриптами придется пользоваться, сразу рассмотрим то, как они работают. выполняя предыдущие домашние задания, вы, конечно же, уже узнали, что в баше переменной в виде доллар-номер обозначаются аргументы командной строки, которые переданы скрипту. Также поступает и РПМ, запуская скрипты, указанные для определенных этапов жизненного цикла пакета, он передает действия, которые в данный момент с этим пакетом выполняются в качестве аргумента данного скрипту. Он ноль в случае, если пакет удаляется, один, если пакет устанавливается, и два, если пакет обновляется. Казалось бы, все просто. Скажите, вот какие ваши гипотезы, исходя из услышанного? Предположим, мы сначала соберем этот пакет и установим его, затем мы соберем более новую версию, просто увеличив версию, и обновим его, а потом мы удалим пакет. Что в ходе всех трех операций будет выведено вот этими замечательными четырьмя скриптами? Опять же, исходя из... Да. Да. Да, в качестве первого аргумента, как я уже говорил, передается ноль при удалении пакета, один при его установке и два при обновлении. Что будет выведено при первой установке этого пакета, при обновлении этого пакета и при его удалении? Вот просто... Нет, почему ноль? Я же говорю, ноль удаления, один установка, два обновления. И какими из скриптов? Вот смотрите, есть скрипт при инстала, он выполняется перед установкой пакета, есть скрипт пост инстала, он выполняется после установки пакета, при инстал перед удалением, а пост инстал после удаления. например при настале может быть остановка приложения кто-то данным пакетом поскольку штатное средство его остановки будет удалено вместе с пакетом например поэтому уже до удаления пакета его остановить папа апостон стал может применяться для чтобы почистить что-то за этим пакетом когда уже все остальное было удалено давайте попробуем соберем пакет и установил и установим его вот его собрал предположим пакет собран вот вы видите прошел момент после при инсталл с ключом 1 после этого пакет был установлен после этого произошел пост он стал что же будет когда я пакет обновлю какие ваши гипотезы что будет выведено тогда я увеличиваю версию и соберу его заново а а где 2 где 2 в как его что именно не просто там 0 до 1 2 например при стал 2 пост он стал 2 что будет выведено и этого и все по это ваших как вы думаете хорошо не буду мучить это действительно вытаскать мало известный игра грабли для рабу при работе с собираемыми рпм пакетами просто продемонстрирую вам что при обновлении пакета был вы выполнен при инсталл с ключом 2 пост он стал ключом 2 а также при она он стал с ключом 1 и пост она стал с ключом 1 поэтому потому что есть любители писать скрипты для при она стала добрый вечер и и пост она стала не не проверяя переданные аргументы в итоге они например берут и удаляют логи данного приложения поскольку они решили что логи надо чистить при удалении пакета при каждом его обновлении поэтому всегда в секциях при инсталл пост он стал особенно при он зал и пост он стал может проверять какое же именно действие сейчас выполняется и потом когда вы будете отправлять домашние спеки из домашнего задания в которых вот подвески так это является не будет жалуйтесь только на себя что же будет если данный пакет теперь удалить действительно этот пакет пустое ничего системе не нужно зачем и вот теперь вы были выполнены только скрипты при она стал и пост он стал с ключом 0 и те действия которые выполняются когда пакет нужно просто удали удалить и уничтожить и забыть о нем надо выполнять не просто в секциях принца нам стал и пост он он стал только когда еще и ты ему в качестве аргумента был передан 0 ну давайте рассмотрим какой-нибудь более реальный пакет не они учебные который был который был сделан исключительно тоже продемонстрировать основы и разберем его спик файл подробно в качестве пакета которые мы будем рассматривать я выбрал все сервер нтп который отвечает за синхронизацию времени в системы а также может предоставлять сервисы по синхронизации времени для удаленных хостов этот пакет уже значительно более сложный чем те тесты и пакеты которые мы рассмотрим мы рассмотрим по порядку из чего он состоит начало практически такое же описание того что в этом пакете находится демон нтп утилиты его название нтп будьте здоровы версия такая такой-то релиз дальше в спеке перечислены в момента лице лицензии под которыми вы можете распространять то что этот пакет входит в группу демонов в системном окружении и также там перечислены его пакеты с исходными кодами из его его файл сходными кодами это это архив с собственно исходными кодами приложения это файлы конфигурации файла с ключами файл с исходными кодами до другого приложения которое будет входить в эту группу пакетов и другие подобные файлы юнит файлы для завод для запуска демона и утилит о том что такое юнит файла мы обсудим также позже и патчи который будет будут применены при установке зачем здесь откуда эти патчи взялись зачем они нужны дело в том что радхат не только просто берет какие-то версии приложения из апстрима и включает их свой дистрибутив как это делает например debian в радхате идет активная разработка и пакет и берущий из апстрима активно модифицируются например какая-то был какой-то баг или какая-то уязвимость под удобном пакете которые не не справляют обстрее может быть исправлены инженерами рады расхата самостоятельно и добавлен в качестве такого патча или из более новой версии приложения может быть бакпортирована какая-то возможности ломающие совместимости и так и представлены в виде патча принцип такой что в качестве просто исходного архива с исходными кодами используются версии запстрима а дальше все все что сделали собственно самом брат хате накладывается в виде патчей поэтому в типе же расходовском пакете бывает очень много вот здесь как мы видим их несколько десятков указа кроме того здесь присутствуют более сложные зависимости например зависимости могут быть не у не у пакета как у такового а у его при инсталленных или пост инсталлен скриптов то есть например видно что пакет системы юниц здесь указан как необходимый для выполнения скриптов после стал при она стала или пост он он стал но не но мог мог бы быть не указан в катего но не указан в качестве пакета которые требуются для просто раба работы нтп то есть мы можем установить нтп и при установке он потребует наличие пакета systemd units но по затем установим нтп могли бы удалить пакет systemd units и при этом пакет нтп удаляться не будет поскольку systemd units нужен исключительно для выполнения данных скриптов однако если бы мы пожелали сами обновить обновить или удалить пакет нтп то потребовалось бы для этого systemd units установить для того чтобы выполнить необходимые скрипты такой механизм предусмотрен для того чтобы не держать в системе постоянно пакеты которые нужно нужны только для каких для выполнения каких-то разовых операций кроме того существует отдельный вид зависимости называемый build requires эти зависимости опять же не нужны для работы в данного пакета они нужны исключительно для того чтобы его скомпилировать здесь указано какие именно пакеты нужно установить в систему для того чтобы можно было используя эту успеху собрать данный пакет это из может использоваться системами сборка пакет сборки пакетов на рпмбл зависимости не разрешает если сейчас пытаюсь собрать этот пакет он не просто напишет чего же именно мне не хватает для этого действия далее следует описание этого пакета и такой элемент как package дело в том что один спик файл может описывать не в один пакет а целую группу пакетов если здесь базовое имя этого пакета нтп то ппк то директива package перв означает что здесь описываются свойства пакета нтп нтп перл называемого так которую который будет собираться из этой спики вместе со всеми остальными пакетами которые в него упомянуты у которого могут может быть свой собственный набор зависимости на набор файлов все остальное свое собственное кроме этого следующий пакет который здесь упомянут нтп дает и он упомянут с ключом минус н это значит что это имя не дописывается к имени исходного родительского пакета и он будет называться не нтп дефис нтп дает а просто нтп дает также здесь перечислены много других подобных пакетов вернее не очень много но еще несколько и дальнейшем идет этап подготовки на первом этапе подготовки директива setup берет первый сорс и разархивирует его таки вы готовили таким образом файлы с исходными кодами для того чтобы можно было дальнейшем с ними работать затем директивы патч который в дальнейшем указан номер патча применяют соответствующий патчи как вы помните из шапки там были упомянуты патча 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 патч из 5 из патч-1 по патч 54 иереги директивы соответственно процент патч с 1 по 54 ему будет эти патчи на на код накладывать это все выполняется при подготовке к сборке также здесь можно столкнуться с замечательным механизмом рпм который позволяет писать одну спеку например для набора разных архитектур и указано что патч номер 5 должен накладываться только на это на архитектуре это не у нас участие не это не у поэтому этот патч на наложен не будет также выполняются определенные манипуляции с исходными файлами если где-то разработчики взяли и захардкодили какой-то путь чего я что что делать не очень хорошо то приходится прямо здесь при подготовке к сборке взять этот путь поменять на нужный вообще при разработке приложений вам это будет полезно понимать как как будущем разработчиком архитектором то что продолжение пишется один раз а при этого после этого запускаться будет многожды в большом количестве разных окружений при этом требуемые пути для того там где того где будут лежать например данные того каким ресурсом ваше произведение будет обращаться и так далее могут быть совершенно разными поэтому все что все все то окружение с которым работает ваше приложение должно выноситься файл конфигурации в коде карт кодов должно быть как можно меньше потому что их наличие приходит приводит к необходимости применения на вот вот таких вот замечательных костылей того что в исходных кодах было был один путь в собранное приложение будет работать другим путем и не увидев спик файл который его собирал вы не поймете откуда же она так получилось а если вы разработчики были нормальные поступили здесь нормальные вынесли этот путь конфигурационный файл вопрос устанавливать то сразу можно было бы в нем увидеть и в нем же поменять необходимый путь также при подготовке выполняется перри перекодирование файлов с документацией поскольку авторы пакета не авторы пакета авторы приложения их закодировали в дремучей директории особого 88 59 на которые разговаривали еще мамонты поэтому здесь происходит происходит перекодирование в т8 на на этапе билда выполняются все необходимые операции для того для того чтобы произошла компиляции это приложение и подготовка собственно того что будет устанавливаться то есть данном случае всех бинарных файлов она это на на этапе install происходит установка всего того что было подготовлено на предыдущем этапе и для установки используется поддиректория содержащиеся в рпм build root вообще как я уже говорил идеология сборки рпм пакетов такая что в поле в этой директории рпм build root формируется дерево файлов и директорий аналогично это тому который был будет установлена от корнева от корневой от корневого раздела в систему этим пакетом и соответственно здесь выполняется операция make install с указанием директории для инсталляции рпм build root далее выполняется инсталляция дополнительных файлов конфигурации документации и так далее и таким образом на завершении секции install оказывается готовым дерево файлов том виде в каком она пойдет в пакет далее здесь может здесь можно столкнуться с общим принципом что подобные директивы такие при пост там файл за так далее могут быть указаны как для родительского пакета как например вот этот пост он стал для пакета нтп так и для до подпакетов таких как нтп дэйт или нтп первым могут указываться свои свои собственные наборы при инсталлях и пост инсталлях скриптов в этом случае после директивы пост идет указание по его имени под пакета для которого она выполняется здесь набор подобных директив и поскольку они не не деструктивные разработчики этого пакета не проверяют какой именно операции выполняется ну например что при при он стали этот сервис будет убран из автозагрузки при при стали там например обратно добавлен это не страшно потому что он как был например в автозагрузке до установлен до обновления так и останется после в секции файл перечисляются файлы входящие в пакет и если какой-то файл упомянутых секции файл в белгару тени присутствует произойдет ошибка вас видимо что-то не так пошло при сборке или если при сборке установился файл которого нет секции файл тоже произойдет ошибка значит наверное тоже что-то пошло не так и то что в секции файл упомянуты должно таким образом соответствует тому что получается в результате инсталла также можно увидеть секции файл для под пакетов и и последняя секция которая предназначена не столько для рпмбилла сколько для людей это секция чинжлок который перечисляется что же в этом пакете менялась на протяжении его долгой истории вот видно что когда-то давным-давно он при он появился в лохматых годах и с тех пор успехи и приверживали его чинжлок чтобы можно было цвизи что же именно в такой-то версии поменялось например а если в этой версии пакета фикс такой-то уязвимости для уязвимости им часто присваиваются идентификаторы из какой-нибудь базы данных уязвимостей например себе себе дефис год дефис номер уязвимости в этом году и можно поискать очень злоги поскольку и например интересно исправлена ли вот такая вот уязвимость в этом по его пакете берем и ищем его в спеке до исправленного здесь вот указано что получится в итоге если этот пакет попытаться собрать для того чтобы узнать это требует требуется что правильно установил установить зависимости из build requires просто если сразу запущу сборку мне у кого мне справедливо укажут сначала мне нужен вот этот набор пакетов который у меня не установлен ой установим его и попробуем собрать данный пакет в этом случае можно видеть то что авто этого пакета разгильдяя почему не разгильдяя потому что им требуется какой-то пакет которого в build requires их не было этот пакет компилятор си установим его они просто решили что это настолько очевидно что для сборки приложения нативных кодах нужен компилятор что указывать его не стали но если бы вы например использовали какую систему автоматической сборки которая бы прилежно взяла установила все что упомянуто build requires а все что там не упомянуто не указала то сборка вы также завершилась ошибкой поэтому если для сборки пакета нужно какой-то другой пакет его всегда лучше указывать build requires и поскольку это может сборки может заниматься не только человек который поймет чего не хватило установит руками но и бездушная машина которая просто возьмет и завершится с ошибкой пока идет пока идет установка зависимости должен собрать пакет я позволю себе и не поинтересоваться одной небольшой вещью вам понятно все или не или ничего не понятно поскольку даже немножечко странно что по всему этого не было ни одного вопроса процессе то есть если я кого-нибудь из вас попрошу взять спеку того же пакетом нтп который мы рассматривать только что и прокомментировать ее самостоятельно вы году вы это сможете сделать а почему же вы тогда не спрашиваете то что вам непонятно ведь все это увидеть сборка пакета будет следующем домашнем задании если какой-то момент который вам не понятен мы сейчас пропустим значит мне каждому из вас его придется объяснять индивидуально когда вы предложите свой вариант решения учебные задачи которые по какой-то причине будет иметь недостатки также как сейчас это приходится делать со вторым домашним заданием со скриптом я уже в определенный момент перестал вам набирать самостоятельно печатать те недостатки которые важны скрипте есть я просто беру копирую вставляю они одинаковые также и здесь я бы рекомендовал все-таки если что если что-то не очень понятно брать не стесняться задавать вопрос вот это тот этап о котором я говорил когда описывал то что происходит с дебага с отладочной информацией вот в до на данном этапе сборки пакета когда все бинарные файлы уже готовы отладочная информация из них удаляется и по мере и она будет помещена в отдельные пакеты которые мы сейчас увидим в списке крану будет собрана вот данном случае был пакетом т.п. содержащий в себе где демон это подъявление был собран пакетом т.п. debug info в котором содержатся отладочная информация удаленная из бинарных файлов кроме этого содержится пакет нтп нтп первым мы помним там был пэкач первым пакетом т.п. дэйд там был помним пэкач минус н нтп дэйд пакеты с нтп нтп докт которые также вы были перечислены в секции пакет а теперь скажите у кого хватит смелости взять эту ту же самую спеку нтп и попробуйте его сейчас прокомментировать самостоятельно ну если добровольцев нет то их придется назначить вот вот к примеру вы можете а почему же вы молчите как партизаны не спрашиваете ничего да конечно же конечно да они находятся в директории рпмбилд сортов смотрите вот это вот здесь вот много этих патчей и сортов которые там перечислены в секции билд я же об этом говорил видите вот секция процент билд здесь указано что именно с этим делать до этого в секции прпр архивы с исходными кодами которые упомянут как сорс ноль увидите вот как соснули упомянут архив который мог бы будет потому-то урлума он уже идет в срц рпм этот пакет называется нтп процент вершина что версия его соответствует и этот компонент имени файла соответствует версию указанной в пакете в данном то 4 2 6 5 торгозет и операция prepare который выполняется в при инсталле сейчас одну секундочку принципе при инсталле есть дико извиняюсь у при при пире времени операция сетап берет это по архивы разворачивать его сборочной директории и затем на момент действия секции build рабочая директория меняется внутрь того что было из этого архива извлечено и выполняется необходимой операции все уставляется переменная в к переменных окружения флаги с которым будет собираться приложение затем выполняется конфигуре подготовка в сценарий в сборке по адаптации и под конкрет под конкретные окружении затем выполняется сборка вот как вы видите здесь собираются сначала определенные таргеты которые нужны для но конкретного пакета для подготовки а затем выполняется параллельная сборка в столько потоков сколько же и сколько есть ядер в данной системе смпм флэкз именно за это отвечает то есть в данном случае будет передано минус джей 2 потому что в этой системе два ядра дальше выполняются опять же все всяческие костыли связанные с тем что не хорошо в исходных кодах приложения хардкодить пути и и дальнейшем происходит инсталляции того чтобы особо собран на предыдущем этапе при инсталляции мы также считаем что мы находимся в той директории в которой происходила сборка что какие чего еще как вы считаете его понимание чего мне хватает для того чтобы подойти самостоятельно прокомментировать этот спик файл ну то есть все все понятно и может кому-нибудь это предложить или снова непонятного вообще совсем ничего даже зачем он нужен хорошо хотя бы прокомментирую зачем он нужен вы можете да автоматизирует процесс сборки в данном случае целом целой группы пакетов каким образом что и что и там автоматизируется да хорошо а что еще еще входит создав пакета кроме того что получилось из исходников да в него входит различные метаданные зависимости название пакета версия сборка автоматически сгенерированные провайды вот статьи это вот может легко показать на примере данного пакета как вы можете наверное видеть здесь не было ни ни одного упоминания ни одного ни одной директивы провальц который можно было бы использоваться чтобы задать явно давайте посмотрим что проводят например пакет нтп первых нтп сам вот к примеру прям минус q q это значит к юре запрос к чему то п это значит что запрос к не к местной базе данных рпм а которые установлены в системе а к тому что содержится в конкретном файле которая будет указан дальше мы хотим знать что именно в этот пакет провайдит и видно что там есть автоматически сгенерированные провайды но здесь нет ни одной разделяемой библиотеки поэтому список довольно скучный если бы они там были то не вы здесь были все перечислены и такой же набор мета данных то есть имя описание группы зависимости есть у каждого под пакета и они вместе с содержимым этого пакета помещаются в его состав хорошо теперь кто-нибудь из вас готов подойти прокомментировать этот спик файл до депенденсы провайда не добавляются это это принципиально разные сущности депенденсы это внешние ресурсы которые нужны этому пакету чтобы он мог нормально работать то есть например если вы в вашем пакете используете стандартную в вашем проживании используете стандартную библиотеку язык оси и динку и линкуете с ней динамически то вашему приложению нужно чтобы это стандартная библиотека была в системе установленная и и 1 определяемыми библиотеки присутствовали поэтому вы в спик файле пишите реквайр с гриппси если же в ваш пакет содержит себе какую-то библиотеку которая предоставляется например для того чтобы кому-то не нужно было перед изобретать велосипед и делать то что уже сделали вы они могли воспользоваться вашей библиотекой то эта библиотека будет добавлена в провайды пакета и если какому-то другому пакетом уже такая библиотека то ваш пакет будет тогда не forth зависимость провайда и депенденс и они то сказать комплиментарной проводы одного пакета могут быть дипенденсами другого то есть то что один пакет проводит может стать основанием для ему установки по зависимостям при установке другого пакета который и тебе и эти вещи хотят в зависимости ну никто не запрещает надо будет просто терять смысл в таком случае если пакет требует что-то что он сам содержит то просто не будет разрешаться зависимость в пакете глипсии мы это кстати с вами видели смотрите рпм мой пардон я слегка опечатался да вот видите пакет глипсии зависит от от липсии 106 извините извините опечатка и он же ее проводит почему это произошло потому что в этом пакете много разделяемых библиотек а это из них главное практически который нужно всем остальным это основа основ стандартной библиотеки поэтому она добавлена так как провайды пусть она входит его состав так и в зависимости по что она уже многим другим библиотекам из него но разрешение данной зависимости тривиально видно что она удовлетворяется этим же самым пакетом поэтому тем успехом ее могло быть не быть вообще вообще это ни на что не повлияет она тривиально хорошо теперь кто-нибудь готов подойти прокомментировать то что я только что описал или есть еще какие-то непонятные моменты а да после инстала естественно этого посыл в процессе не стало происходит формирование дерева файлов и оно должно соответствовать тому что указано в секциях файл после окончания инстала видите что в процессе не стало происходит всякие замечательные манипуляции и пока мы не мы например не дошли вот да 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 вот этого последнего этапа здесь не будет вот этой директории и инсталляция бы завершилась неудачей то есть вот вот все мы мы дошли до конца секции стала в этот момент зафиксирован набор файлов и именно этот набор будет проверяться все цивили файл кажется разобрали сначала все вместе а потом по потом все по отдельности и и уже вам точно должно хватить сведений для того чтобы его прокомментировать то самый смелый но здесь ну чего вы боитесь здесь же за это не убивают и да и даже не делают ничего плохого наоборот вы может быть лучше разберетесь процессе своих попыток ну лучше подает подойти чтобы например когда к проектору и показывать на на то что что именно вы упоминаете а да давайте вот у нас есть добровольец хорошо вот на начало что что здесь перед название да да хорошо промотал чуть-чуть да да ну еще сверху наверно не заметили лицензию и группу но это не влияет на функциональность пакета этого всего лишь так сказать рекомендательные параметры да дальше идет длинный список патчей вот предположим список патчей закончился зависимости чего видите здесь не совсем простые зависимости там дальше что-то написано в скобках что же это да то есть к примеру от пакета systemd units пакет нтп сам не зависит что будет если мы уже успешно поставили нтп попробуем системдой юнис удалить да верно да дальше необходим пакетом это падает причем точно такой же версии такой же сборки как этот пакет они оба какой-нибудь там это конкретизировано в зависимости а ведь четвертая строчка requires пятую сверху в итоге да нет этот пакет называется нтп он требует пакет другим названием нтпд который будет бил по собран в качестве под пакета в ходе этой сборки по этой же самой спины и установка пакета нтп из этой спики потребуют еще и установки пакета нтпд собранного из нее же той же версии тоже сборки нет нет в данном случае все эти по домам и момента начала сборки все что требуется для сборки должно быть установлен это что требуется для сборки указано build requires не может быть так чтобы в одной из пеки собирались несколько пакетов предыдущий из которых требуется сборки последующего как пакет именно но этому можно сделать так сказать костылем в порядок выполнил определенный порядок сборки в секции билд вы собрав все то что нужно для сборки вам то что от него зависит используя сборы собраны предыдущих строчках не то что это плохо просто надо надо этот момент понимать но конечно же так вот так лучше не не поступать чтобы обеспечить таскать изоляцию того что вы собираете хорошо дальше идет более подробное описание и вот на что что же здесь присутствует в секциях пакет чтобы его можно ставится ставится да это дополнительные пакеты которые будут подсобираться него спик файлов из одного спик файла может быть собрано более одного пакета произвольное количество как они будут называться а как будет называться пакет который там собран это да вот будет название основного пакета который указан выше без всяких пэкаджи просто вначале дефис перу до нтп дефис перу вот этот пакет как будет называться нет неверно он будет называться просто нтп дает поскольку там стоит минус н а минус н говорит ничего не дописывать а просто обозвать пакет вот так как здесь указано и секции description 1 соответственно относятся к пакету нтп перл а description минус н нтп дает относится к пакету нтп дает хорошо прошли description и посмотрим вот подготовка что же здесь происходит пробовал от вообще во всех сорсах и ну хорошо вот был из 5 на самом деле большего количества сорсов и что же с ними спросим происходит на этом этапе с этими сорсами берется из них 1 1 и 5 и они распаковываются и внутри сборочной директории и затем в связи с ними уже выполняются необходимые операции минуса 5 значит распаковать не только 1 но еще и 5 видите что там был списке с сорсов упомянуто два архива с исходными кодами нтп такая-то версия торг-газет и нтп стат и содержимое этих в архив сходными кодами нужно будет собрать поэтому они распаковываются в сборочную директорию минус q это значит не писать больше чем музыку а минус опять начнем не только source 0 взять но еще и source 5 для этого операции может было бы несколько от минуса 5 минуса 7 минуса 10 например дальше до накладываются патчи а вот этого что значит да хорошо это да это условие для конкретной архитектуры дальше выполняется малопонятные для того кто не знает структуру пакета манипуляции с его исходными кодами и и дальше происходит его что что теперь происходит с пакетом на этом этапе до происходит его сборка подготовка компиляции и компиляция и а также накладываются костыли необходимые для сборки этого пакета таким образом захотелось собирать его ментейнерами костыли связанные просто с набором файлов выполняются в секции прем костыли связаны с со сборкой в секции билды консты костыли связан установки секции install вот здесь забрали вот этот замечательный нтп стат который разархивировали раньше как вы видели дополнительный 5 5 сорс вместе с нулевым и дальше происходит инсталляция то есть в билдрут путь которому содержится переменной рпм билдрут устанавливается согласно сценарию который присутствует в мэйк файле файлы которые были собраны на предыдущем этапе даже с ней выполняются требуемый для данного конкретного пакета манипуляции и вот на какой момент зафиксирован набор файлов который пойдет пакет да да хорошо на этот момент он зафиксирован дальше что идет да в какие-то пойти это при будет проходить какие-то на каких-то этапах сборки пакета или да да верно это описывает скрипты которые будут выполняться на различных этапах жительного цикла пакета уже в системе они различных этапах сборки скажем при перед установки пакета ntp дает будет да в систему добавлен по с уидом и гидом 38 и шелом сбину логин без пароля и без всего по с домашней директорией и дисси ntp сис конфигдирует директория в которых лежит конфигурации стеной файл конфигурации нас учитесь и пользователям т.п. а если такой пользователь например уже есть и юзеред завершится с ошибкой то видите здесь или пустышка которая всегда ничего не делает и заканчивается успешной то же самое что то что там двоеточие просто это одна один символ описать true это 4 в прочих выполняется выполняются действия необходимые для работы системным менеджером этом обсудим сегодня но позже дальше в секции файл перечислены файлы которые должны входить состав какого под пакета здесь это явно указывается поскольку из инсталлировали все вместе и здесь указано какие какой под пакет пойдут и дальше через лог чтобы понять что что же именно какова же история изменений того что в этот пакет в итоге вошло необязательно в одном поле при одном изменении может быть добавлено несколько патчей при может не быть добавлен ни одного патча могло что-то поменяться успеть и в самой то есть он не обязан соответствовать и должен например если спек криво собиралась на архея до архитектуре arm64 и где для того чтобы нормально собиралась там добавили не в дев и еще один флаг при компиляции это не приведет к добавлению нового патча а но дни да 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 но в тяжело и там упомянут что папа фиксили сборку он такой архитектуре да ну все же совсем не так сложно как кажется поэтому я предлагаю считать что со сбор со сборкой с основами сборки пакетов вы разобрались и сделать сейчас небольшой перерыв а после этого перейти к следующему вопросу мы закончили обсуждение того как устроены пакетные менедуры отвечающие за установку различных приложений в систему и следующий наш этап это обсуждение того как именно этим про приложение после установки работает например сейчас в систему устанавливаются какие-либо так называемые демона то есть приложение которое постоянно запущенное работает был по граунде выполняет какую-то задачу например мы рассматривали спек файл нтпд 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 это демон который находится бэкграунде синхронизирует время в системе и каким же образом выходит так что какие-то процессы автоматически запускаются бэкграунде например при старте системы или не оказывается в нем по команде пользователя и что за это отвечает за за то какие приложения будут запущенные по при старте системы автоматически отвечает и нет систему инициализации как мы помним из второго занятия да как как мы помним из второго занятия что такое нет какие основные задачи выполняет системе а хорошо предположим откуда берется и нет кто его запускает что такое система система много компонентов все да верно да все верно и нет запускает ядро при при старте системы и за задачи и не то затем инициализировать все пользовательское окружение по ремонтирует остальные файловую систему кроме корневой вы выполнить операции подготовку подготовки и за и запустить демоны и недавно в и не то строение произошла небольшая революция новые версии многих популярных дистрибутивов были захвачены систем d однако вполне возможно вам придется столкнуться с более старыми версиями этих дистрибутивов поэтому я расскажу как обстояли дела раньше в классических и нет так называемых например в систем 5 и нет который самый классический из всех классических или в обстарте который использовался в долгое время в убунте или и также в семействе архел 6 то есть например в центре 6 каковы каковы же его основные концепции основной принцип данного и не то это набор так называемых ран левелов вот я здесь специально зашел на хвост с шестой цен точку и и в специальном конфигурационном файле и не этап в комментариях вижу описание того какие же есть ран левел и нулевой ран левел это выключение системы ран левел один это одна пользовательский режим в котором сразу после старта запускается кого командная строка под рутом и не не стартуют демоны не выполняются никакие операции да этот режим нужен например для того чтобы выполнить какие-то операции действия по восстановлению системы которые из-за например неправильной конфигурации не не грузится полноценно нужно зайти в режиме когда-то вот только-только загрузилась ядро запустился и нет появился появился шелл или никаких действий больше не выполнялась дополнительные файловые системы не монтировались и так далее это стоило в основной основных применение данного режима заключается в том чтобы например исправить монтирование файловых систем поскольку если описанные в специальном конфигурационном файле и tc и штаб файловой системы не монтируются то происходит ошибка и система не грузится чтобы исправить эту ошибку нужно вклиниться на этапе до монтирования дополнительных файловых систем и поправить например просто убрал временно убрать ее монтирование и тогда уже загрузиться в систему как есть чтобы продолжить исправление проблемы для этого нужны одноподвижительский режим второй это нормальный многоподвижительский режим без сетевой файловой системы этот ран левел практически не используется но его исторически применяли и в ситуациях когда нет никакого оборудования для работы сети в системе ран левел 3 чаще всего используемых на серверах это полу это многоподвитель скирежим 4 ран левел не используется и пято ран левел это чаще всего используем мы в десктопных окружениях это то же самое что 3 полноценный многопользовательский режим плюс графический интерфейс и 6 ран левел это ребут то есть перевод систему на 6 он левел команды например и не 6 приводит к и перезагрузки и понятно почему 6 ран левел не должен был стоять в качестве левел по умолчанию откуда же не знает как ему запустить тот или иной демон в специальной системной директории тисе и не д присутствует так называемые нет скрипты которые которые объем обязаны по команде по аргументу старт например и тисе не д что-то старт запускаются ответ соответствующую демона или упомяточную операцию а по команде стоп например устанавливают демона или если этот не скрипт нужен был для разовой операции при старте системы не делают ничего для того чтобы запустить необходимые продолжение для данного родливела и нет идет специализированную директорию и и тисе рц д и рц например 3d например для для третьего ран левела и запускает с ключом старт все не скрипты упомянутые там для которых и которые являются сим линками на и не скрипты витесе и не д таким образом чтобы добавить в автостарт на том или ином ран левели приложение его нужно сим линк на его и не скрипт нужно было поместить соответствующую директорию а для того чтобы уду убрать приложение за фото арта следственным соответственно нужно было убрать сим линк как что делал и нет при переходе тот или иной ран левел он просто шел последовательно по всем вот этим и нет скриптом и запускал с ключом старт один за другим при этом он это делал просто в алфавитном порядке и не 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 заботись ни о каких возможных зависимости от одного из другого и не обеспечить их вы никого правилизма только момент когда выполнение того или нового не скрипта завершается начинается выполнение следующего понятно что с одной стороны это позволяет обеспечить простоту и возможную безотказность функционала и не то с другой стороны это создает определенные ограничения если на серверах чине долгого времени с этим ограничением можно было мириться поскольку например в рио время загрузки системы на серьезном железном сервере часто не критично потому что он запросто может минут десять просто проводить проверку оборудования и даже не передавать управление загрузчику то есть первый начальный пост пара минут потом еще пять минут инициализируется рейд контроллер рейдах мы поговорим на шестом занятии более подробно и потом еще не несколько минут выполняются операции с уже загружен рейд контролем подготовки загрузки системы и только скажем там через семь-десять минут такой мощный интерпризный сервер передает управление загрузчику начать грузится в этой ситуации грузится система 10 секунд или грузится на минуту уже нести не сильно важно поэтому всех устраивал подобный простой однопоточный нет устраивать не перестал после того как произошли две вещи на серверах стало все чаще и чаще использоваться виртуализация поскольку в виртуальной машине инициализировать огромное количество разного оборудования очень долгого времени там например проверяя проверять на корректность всю оперативную память к это делается в серьезных интерпризных серверах например хюльт пайкарда или ibm и тому подобные вещи не нужно она же виртуальная все поэтому то там перезапуск происходит очень быстро и кры и также распространением linux на десктопах то время поскольку в то время как при загрузке сервера будет он грузить 10 минут и 11 не суть важно пользователю важно будет грузиться его ноутбук 10 секунд или ту же минуту поскольку в таком случае 50 секунд пользователь будет идти фруктурировать и думать почему же не поставил какую-нибудь другую операционную систему которая грузится быстрее долгое время было недостатком всех дистрибутивов линдомс считала что что windows ну уж да работает она конечно может быть медленно грузится точно точно быстрее эту право и в однажды появился замечательный добрый молодец ленард путерин который решил эти проблемы исправить скопом вместе с кучей других и предоставить новые инициям нет который будет по совместительству не только и не там но и так называемым системным менеджером возьмет на себя да это право доступа к симлинкам да да сам семь лет на сам симлинк стоят полные права доступа но на несколько но естественно вы думаю понимаете почему было бы самоубийством ставить такие права доступа на сам и не на и нет скрипты как вы видите вот например типичный не скрипт имеет по 755 права почему у него было бы плохо иметь семьсот семь седьмые да и заставить выполнить свой код с правами рута поскольку не скрипты минус по из-под рута и запускаются непривилегированный пользователь мог бы дописать него действительно свой код этот код был выполнен он был например по следующем старте системы или перезапуске этого девана с правами рута это увязвимость поэтому на сам и нет скрипт про права другие но но попробовать пройти по симлинку имеет про имеют право все именно поэтому в данном случае права на симлинк отличаются от прав на файл ну здесь дело в том что это линк вы можете по нему по нему пройти и записать в то на на что он указывает но удалить удалить его здесь вам не получится из-под непривилегированном поле для поскольку владелец 7 линка рут посмотри попробуем действительно да да и да естественно видите у меня не включала на рекурсивное удаление нет естественно вам никто удалить не позволит этот симлин принадлежит руту вот его владельцами может удалять да я использую авто дополнение с помощью таба вообще работа в командной строке без без авто дополнение очень неудобно возможно именно поэтому все думают что работать командой строке тяжело потому что там надо много набирать набирает а много надо набирать первые буквы иногда одну а вы это имеете ввиду shift insert в терминал в сотом терминале ubuntu то что выделено может быть немедленно вставлена по shift insert у да да двойным кликом то есть навел двойной клик shift insert ну да то есть довольно быстро получается если по дне привилегированного пользователя нет можем то сделать только из-под рута как вы видите право на зайду записи в этой директории у других пользователей кроме владельца нет вот видите здесь 755 права на директорию то есть смотреть ее содержимое пытаться и выполнять это содержимое могут все но писать нее мы там или удалять эти фау эти сиблинки можно только рут таким образом хотя бы какая-то элементарная безопасность от того что вы предполагаете обеспечена да какой ран левел и грузится вот видите увидитесь и есть конфигурационный файл видите синито бы здесь указано что ей нужно грузиться в третий ран левел если здесь укажу например 5 ран левел здесь был бы графический интерфейс то при после перезагрузки система бы загрузилась вместе с графическим интерфейсом а с третьим без него таким образом и нет по сразу после запуска читает файлик эти синито вы понимает какой ран левел ему нужно запускать по умолчанию однако как я уже сказал времена классических и нет of проходят ну и практически уже прошли вместе вместо них во все большем количестве дистрибутивов и сейчас уже практически во во все во всех основных дистрибутивов принимает применять системный менеджер систем д он применяется естественно во всех новых фидорах в последнем архе ли 7 и его клонов таких акцентов 7 которые мы используем поскольку разработана это то нет было понятно сотрудникам компании радхата и естественно что в дистрибутивах этой компании он применяется но он не доверяется во всех остальных после очень горячего обсуждения его было решено использовать дебя не начиная с последних версий убунта он тоже там используется и вы можете относиться к нему как угодно но знать его уметь работать именно нужно обязательно поскольку скорее все придется и иметь дело именно systemd основные концепции systemd таковы в то время как в старом и нити был использовался узкий набор ограниченных ран левелов эти эти ран левела использовались исключительно для базовых операций таких как выключить перезагрузить загрузить многопользовательский режим в однопользовательский режим в режим графическим интерфейсом это было не очень гибко все systemd позволяет давай добавлять режимы работу произвольные режимы работы поэтому концепции ран левелов там исчезла а появилась концепция таргетов например то что раньше было и не там 3 стала ранда таргетом мульти юзер таргет давайте на него посмотрим вот есть замечательная директория и замечательное в описании файле мульти юзер таргет и территория мульти юзер таргет once и здесь мы перейдем к следующей сущности которые которые есть в систем д это юнит это собственно то что является его структурной единицей каждый юнит описывает запуск одного конкретного демона или скажем за разовый запуск одного конкретного скрипта и именно от наличия таких юнитов это а также от других таргетов может зависеть конкретный таргет и например мульти юзер таргет может зависеть сразу от большого количества от большого количества различных сервисов у него есть для того чтобы никто не запутался сразу две директории с конфигурацией юзер лип системы эти системы 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 он проверяет их обе вот мы видим что по мульти юзер таргет once у будет запускаться ауди д д крон д арки баланс поспекс вот список здесь есть и целиком его перечислять нет смысла вместо неудобный и совершенно непонятный никому как естественно команды и нет 3 который и нет переводился в режим мульти юзер то в режим многопользовательский режим системы предлагает простую удобно и удобно и в использовании к например команду сенситом ctl и изолейд мульти юзер таргет так конечно же гораздо удобнее работать что 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 есть таргет в принципе здесь концепция по сравнению с 1 стран левелом не сильно изменилась если ран левел представлял собой по сути набора не скриптов который будет за последовательно запущен то таргет представляет собой это также набор юнитов которые однако будут запущены непоследовательно а вы выполнены параллельно с учетом иерархии их зависимости 1 рассмотрим в качестве примера типичный юнит это юнит описывающий запуск демона веб-сервера nginx с которым мы будем работать в дальнее на дальнейших занятиях и с которым вы вероятно столкнетесь на занятиях возможно поведет программирование почему-то еще он очень широко используется в данном случае нас интересует то как он запускается видно что для того чтобы запустился веб-сервер нужен обязательно нужна сеть он да по сети работает нужен нужны удаленные файловые системы если такие примонтированы возможным удаленных файловых систем брать файлы которым будет дальнейшем отдавать и ну нужен лукап имен поскольку он может их также использовать и после того как и в данные таргет и уже отработали а как мы помним в отличие от плоской структуры и нет а в которой и есть нет несколько независим друг от друга ран левелов одни таргет и все станды могут включать себе и другие таргет и так например мульти юзер таргет может включать себе таргет для на network таргета ему и производим набор других то есть например вы можете сделать отдельный таргет для например когда который запускает целый набор юнитов для работы вашего приложения и добавить его одного в мульти юзер и систем д будет его запуска обрабатывать отдельно в данном случае здесь упомянута зависимости от конкретных таргетов для нужных веб-серверу и в дальнейшем и происходит его запуск как вообще в юнит системах запускаются демоны в классических вот а а зачем вы вы же вероятно имели дело раньше с разработкой ведь виду вы сюда уже пошли какой-то двор и шли целенаправленно вот например такой классический метод за запуск демона в юнит системе какие задачи он решает этот метод запуска он решает две основные задачи во первых то что демон был должен быть ну по определенным дема запущен в бэкграунде они for ground и то есть он не должен блокировать терминал из которого была отдана команда на его запуск вы ли такого терминала вообще может не быть команду на его запуск мог отдать например и нет проходя по и не скриптам он это не тоже не должен блокировать и должен запуститься в бэкграунде и все второе вторая задача это отцепиться от пользовательской сессии из под которой он был запущен его должен он у демона должен у наследовать и нет таким образом очень часто поскольку неизвестно что произойдет с родительским процессом который его самого форкнул использовалась стандартная техника двойного форка то есть когда демон форкает один процесс родительский завершается дочерний процесс форкает еще один процесс сам завершается только тогда уже работает демон и пид файл итогового процесса де и пит смысле итогового процесса демона пишется в так называемый пид файл который указан его конфигурации и тип форкинг означает что именно такой метод работы будет использован до в данном случае для того чтобы управлять демоном который будет таким образом запущен систем д должен знать его пид там угла используют с техника двойного форка которая писала она могла не использоваться пиды могли оказаться разными них и угадайка здесь не всегда проходит хорошо хотя системы на самом деле играть в угадайка умеет с переменным успехом поэтому для того чтобы он процессом каким пидом его управлять ему здесь указывается пид файл вот здесь будет после успешного запуска демона будет находиться файла файле содержаться пид этого демона и systemd его был будет будет ожидать его наличие в случае когда он используется для запуска то он запускает демона убедился что демон форкнулся и отпустил его и будет ожидать появление пид файла с пидом и в момент когда пид файл появится и в нем будет пид демона запуск будет считаться успешным либо по тайм-ауту размером в одну минуту если этого не произойдет то запуск будет считаться неуспешным дальше упомянуты действия которые выполняют которые должны быть выполнены должен быть удален старый пид файл это нужно было например нужно сделать например случае некорректного завершения работы когда уже никакого демона и ничего нет а пид файл остался нужно удалить старый чтобы начать жизнь так сказать чистого листа затем запускается также служебная команда проверки валидности конфига чтобы запуск произошел только если конфиг валиден и дальше прыжок происходит за запуск самого демона кроме этого определена команда которым этого демона можно реладить то есть данном случае сказать ему перед перечитать конфигурацию применить новую конфигурацию а также переоткрыть все файлы все файлы влогов для этого указано что ему что наилу и что процессу спидом указанного в его пид файле нужно отправить сигнал хаб для остановки демона нужно отправить ему сигнал к сигнал квит и подождать пять секунд и убивать тоже тот конкретный процесс пид файл к пид файле которого содержатся данные для него уже создать свою собственную временную директорию а если мы захотим добавить этого демона в автостарт автоматически он должен добавляться в мульти юзер таргет это указывается в секции install то есть если я захочу чтобы у меня запускался автоматически переписать и системы то я для этого дам команду систем д я правда дам для этого команду которая привык который использовался раньше и он создать 7 линг в и тисисе станды систем мульти юзер таргет вонс на юнит файл этого самого демона как вы считаете стоит ли повторить эксперименты предложить кому-нибудь из вас от юнтал прокомментировать или всем и так все понятно и не это это не требуется отлично пока мы подойдем выйти прокомментировать его пожалуйста что вначале описывается да данный таргет это таргет мы сейчас открыли нет мы открыли юнит смотрите таргет это целая совокупность юнитов которых может быть от нуля да произвольного количества который который запуск запускаются и параллельно параллельно но с уважением зависимостям то есть все к и все таргеты которые не зависят друг от друга будет запущена одновременно те кто зависит от них будет запущены после и еще юниту смысле в рамках реализации данного таргета и таргет будет считаться так сказать изолирован в терминологии систем до когда будет запущен все юниты которые ходят его состав а здесь мы рассматриваем как раз таки один из юнитов и для того чтобы этот юнит работал нужно чтобы до этого были инициализирован целый целый определенный набор других таргетов не обязательно двойной просто тут просто то то что процесс который будет запущен систем d согласно тому что описано в экзек старт немедленно завершится но перед этим он запустит другой процесс который вы может сам тоже породить другой процесс и завершится может сам стать этим демоном и каким образом можно управлять нельзя заранее угадать что предоходе будет питать в это время другие процессы могут рождаться и погибать системе и с каким пидом и будет запущен новый процесс неизвестно ведь он может быть и не подряд откуда систем д узнает каким процессами управлять в рамках данного юнита да верно где против только не мы его записали а запись пид файла в данном случае целиком находится в ответ в зоне ответственности того демона который мы запускаем до запуска да да как его запустить это сколько времени нужно подождать прежде чем проверять остановился он или нет да что вот находится в секции install нет нет это значит что когда будет отдан отдельно я подчеркиваю дана команда на то чтобы добавить авто старт этот юнит он будет давал он будет добавленного мульти юзер таргет здесь указано какому именно таргету должен относиться этот юнит если он будет авто старте то есть если бы это было например ее графического интерфейса то это бы относился к так таргету графическую интерфейс это относится к таргету обычно многопользовательского режима кому команды строки вот видите волк да вам стали вот указано какая вам в прием в принципе ничто вам не мешает это это сделать но обычно кого вы кладут в один от видите вот здесь выполнил добавление nginx авто старт именно из секции install она узнала в какое имя для какому именно таргету нужно создать sim link на него и вот он создал его именно для для мульти дым мульти юзер таргета вот видите здесь вот есть тогда такой 7 7 link на этот юнит файл который мы только что рассматривали был бы там указан другой таргет давайте вот мы сейчас это проверим и у нас еще и замечательные таргеты ну не знаю давайте укажем так и при этом узнаем замечательно особенности станды на самом деле он иметь и юниты диска не читает так держит у себя в памяти и поскольку мы его поменяли сейчас на диске ему нужно сказать его перечитать систем котель демон релоад и теперь добавим nginx авто старт снова но в данном случае у нас произошла ошибка поскольку видимо ну вот запомнил что уже добавляла авто старту но но у этого и юнита в авто старте нет но был бы он давайте сначала уберем да видимо сюда то это просто тогда бы добавить ее нельзя давайте скажем дефолт таргет да то же я и ладно не будем данная тратить время где где то есть то а так было да да вы правы совершенно я зря скопировались солнце давайте тогда сделаем повторим эксперименту этот раз я скопирую про правильно таргет они директорию они служебную директорию имя таргет . вонс вы совершенно право я ошибся да и теперь как вы как вы видите он добавил он же нет именно в этот таргет который был указан в секции install ну вот я поправил какой-то файл пакета если вернуться на секундочку предыдущей теме пакетных менеджеров и вообще мог как-то пакет испортить что же делать мне его хочется восстановить но вспоминать что же там было вручную мне не хочется я могу выполнить замечательную команду reinstall nginx эта команда заново установит пакет в том виде в каком он был изначально и вот здесь теперь уже все все так же как было до этого я заново возвращаю его авто старт да вот здесь на этом слайде перед ошибка будет в этом случае да и просто они обе не запустятся его будет тоже будет ошибка потому что вы дабы сделали циклическую зависимость оба юнита запустятся они будут в состоянии файлит вообще посмотреть состояние юнита можно служебной команды сеток отель статус вот например nginx у меня сейчас не запущен я его не запускал он и на актив дэд это же in active dead будут юниты которые не не смогли запуститься но все но как минимум система запустится и вы сможете исправить эту проблему вручную вот здесь перечислены типичные действия которые могут быть выполнены можно демона запустить посмотреть его текущее состояние остановить выполнить релот это где-то для тех более продвинутых демонов которые умеют перечить перечитывать свою конфигурацию на лету не останавливаясь и не прерывая обработку запросов можно добавить юнит в автозапуск можно убрать его из автозапуска и после того как вы если вы вручную поменяли какой-то файл юнита не добавили именно поменяли на диске то можно выполнить сам котель демон-релот чтобы systemd их перечитал если systemd встречается в своей на своем жизненном пути с названием юнита которым было ранее не знаком он сам идет на файловую систему и ищет его но если он встречается с какой-то операция юнита который он загрузил будет использовать те данные которые загрузил и чтобы сказать ему перечинать перечитать известные ему юниты загрузить новые данные можно выполнить систем ktl demon reload именно с этим были связаны те команды в при инсталлах и пост инсталлах и при инсталлах приложений из пакета нтпд которые мы видели в спеке мало просто положить или положить немало вот обновить они как-то поменяются в юнит файлы нужно еще и сказать систем до их перечитать и есть его при сборке рпм специальные макросы которые генерируют нужную команду для того чтобы сказать и станды перечитать данный юнит что мы и что мы и видели в спеке можно это заново открытие то сказать все свете на наших новых знаний посмотреть вот именно вот эти систем дпостом tpd сервайс скажет систем где генерируют команду на рен на релот юнитом tpd сервайс чтобы систем д его перечитал с диска так что когда вы будете делать свой собственный юнит в рамках домашнего задания вы его сделаете возможно первый раз неправильно он будет работать и так вы его поправить и он продолжит работать не так это будет означать что скорее всего вы забыли сделать и сам ktl demon и лот если об этом если об этом забыть можно потратить кучу времени разбираешь тоже все-таки осталось неправильно вообще основные типы юнит файлов следующие один из них можно забрали что такое форкинг как он работает запускает демона но систем д в отличие от классического и не то может запускать как в бэкграунде и просто приложение которые запускаются и продолжают выполнять какие-то действия это теперь тип юнита simple то есть например если вы систем д не уме не умел вообще форкаться и просто бы запускался начинал слушать указание в конфигурации порты обрабатывать запросы то юнит нужно было бы указать как simple простой тогда систем д сам выполнить за него все нужные форки и будет им управлять там не обязательно будет для него указывать пид файл то что он так знает пид этого процесса то что он сам не форкался и не завершался и будет им управлять раньше такие поражения в качестве демонов использовать было нельзя и нехорошо потому что в таком случае и выполнение не скриптов просто бы застопорилось и демон бы никогда не не вернул управление не ту и тот бы никогда не пришел к запуску следующего не скрипта ассистом д подобные вещи позволяет третий тип юнита именно такой юнит вам придется делать в рамках домашнего задания это юнит ваншот он занимается тем что он он выполняет просто скрипт какой-то и и завершается по нему с типами с различными типами юниту должно быть связано понимание того в какой момент да но можно считать что да если представить себе что все остальные ниты кроме сезон стенды исчезут то демонизация приложения при условии что все их будут запускать только из пяти стендей ни в коем случае никакими другими способами станет действительно ненужный но поскольку есть другие способы запустить например просто вручную же или есть и другие ниты которые работают как классический нет то все равно приложение где мы сейчас демонизируется при старте надо использовать и тип юнитов working и понимание работы юнитов необходимо для того чтобы понять момент связан с разрешением зависимости в какой а когда именно юнит считается успешно выполненным вот simple юнит считается успешно выполненным когда просто запущен процесс который из-под него запускался вот он вот он запущен юнит успешно выполнен может могут выполняться другие юниты которые от него зависят форкинг юнит считается успешно выполненным когда появил появился пид файлы и что действительно существует процесс спидом указанном в этом пид файле в этом в этот момент считается что юнит успешно выполнено можно запускать зависящий от него ваншот юнит считается успешно выполнен когда завершится тот процесс который под него был запущен то есть в ваншот юнитов может могут запускаться какие-то скрипты и если от ваншот юнита что-то зависит только когда этот скрипт закончит работу запустится то что от него зависит и эти че да но запускается в паров параллель они не просто все в параллель of a с учет а с уважением зависимости то есть сначала запускают те юниты которые не зависит ни от чего потом на следующем этапе запускают эти юниты которые зависели от виду запущены на первом и таки этапе и так до тех пор пока не будут выполнены все юниты которые необходимы для данного таргета вот исключительно на уровне зависимости то есть нет никакой синхронизации между юнитами которые за другого друга не зависит а юнит который зависит от другого будет начать выполняться только момент когда будет считаться успешно выполненным предыдущий тот который он зависит а вы имеете ввиду в рамках самого systemd да конечно же там его собственную внутренней синхронизации есть если вам интересно вы можете прочитать его исходные коды носим но синхронизациями на уровне того что делают сами юниты работает только так понятно что до один и тот же юне два раза он запускать не будет опять же даже если он там несколько раз лежит на файловой системе потому что системы сначала грузит свою собственную структуру данных все юниты потом строит по ним дерево зависимости и запускает по каждый элемент этого дерева по одному разу так но кроме демонов которые запускаются например при старте системы или по вашей команде бывает необходимость запускать какие-то задачи просто по расписанию то есть на 1 например каждую минуту каждые полчаса и и в том же духе за запуск подобных задач отвечает демон крон крон входит практически во все дистрибутивы и запускаю во все минимальные инсталляции он всегда добавлен в автостарт и вот он запущен даже здесь в этой минимальной конфигурации и он берет для себя задание из трех основных мест первые из них это и тиси крон таб видите крон табы в подобных в прочих подобных файлах с подобным описанием синтаксиса за расписание запуска задач записывается в следующем виде минута в которую он должен запускаться например 0 бы означало в нулевую минуту каждыми вливую минуту каждого часа там 9 сначала был девятую минуту каждого часа к или звездочка делить на два сначала бы в каждую каждую вторую минуту каждую учетную минуту далее в аналогичном си синтезисе по часам то есть каждую вторую минуту 9 часа далее дни месяца от 1 до 31 например во все дни месяца дальше месяцы и дни недели после этого в данном формате идет пользователь под которым запускается задача и собственно сама команда которая должна значит выполняет она команда может содержать себе любые ключи и все что угодно в случае необходимости однако работа с одним отдельно взятым файлом не очень удобно представим себе что у вас в системе есть набор пакетов и каждому и каждому из них при установке нужно добавить задачи связанные с работой данного конкретного пакета при удалении их убрать при обновлении может быть потребуется изменить и было бы совершенно неудобно это делать в рамках одного файла для того чтобы это можно было бы делать удобнее существует замечательный директории и тиси крон д в которую можно добавить добавлять файлы каждый из которых будет интерпретирован кроном как отдельный крон таб файл заданиями таким образом например имея набор пакетов вы можете в каждом пакете ставили устанавливать отдельный файл в тиси крон д и в случае необходимости изменения набора задания для нового пакета этот файл просто был просто в новую версию пакета класть новую версию этого файла при удалении пакета он соответственно будет удаляться вместе с пакетом автоматически есть еще одно ограничение связанное с предыдущими методами работы с кроном то что для того чтобы записать крон табы или положить файлик и тиси крон д нужно быть рутом а как быть если простой пользователь в системе хочет себе надо строить выполнение какой-либо задачи для этого существует третья сущность так называемые пользовательские крон табы запустив команду крон таб минус е можно из под например из под простого пользователя можно указать задать задачи которые будут запускаться от имени этого пользователя кроном кто-нибудь кто самый внимательный видит какую-нибудь разницу формате того что написал сейчас от того что было ранее да именно да правильно имя пользователя не указано поскольку данном случае очевидно что все будет запускаться ты мне того пользователя который создает свой собственный крон таб у него нет права запускать что-либо через тяжелыми сейчас покажу нет для она работает так есть специальная директория wars по у крон и вот видите здесь пить появился к файл крон таб пользователи юзер и в нем содержится то что я у него написал до сохраняет файл даже если у у этого файла нет правда примерно запись то есть я под рутом я могу могу при желании просто взять и пересоздать файл если у меня нет прав на него на запись поэтому например если давайте покажу ну скажем вот пусть не будет файл тест txt у него будет по права к 4 444 что такое права 444 да да и если я я под рутом я в не очень у меня есть в принципе все права я в него что-нибудь захочу написать видите x или то же самое в ваку какую как это любят делать те кто не знает про экспорт x это одна буква ваку 2 сработает но булевой ассоциатный знак просто завершитель сохранит а x сохранит то что я сейчас написал независимо от права на запись файла если это вообще возможно если вы например был простого пользователя и если у файла бы стоял атрибут неизменяемый это отдельная тема в атрибуты файлов тогда бы и root не мог ничего ничего в него писать он мог бы снять этот атрибут написать и поставить его обратно но пока три будет нельзя даже рут него будет файл ничего писать нет если да из-под простого пользователя да он не сработает но из-под рута я его просто указываю сразу чтобы не думать о правах записи на файл то есть увидел все равно записал хотя права 444 а если я что-нибудь просто поменяю и укажу x без вас цвета знак он скажет не могу файл red only а вот теперь берет и записывает да да это просто запись обычного нет это просто запись и завершение я хочу сохранить изменение выйти то же самое что да да а если вы с этой знак равно дал доводи восклицательный знаку отлично предлагаю продолжить кроме простого простого запуска задач по расписанию крона выполняет еще одну важную функцию естественно иногда хочется узнать не завершилась ли задача какой-либо ошибкой крон от в случае если стандартный поток стандартных ошибок команда которая была под него запущена не пуст сформирует письмо и по умолчанию отправить его пользователю под которым был запущен скрипт собака хостей машины однако таких доменов чаще не существует чем существует поэтому в крон табе есть счастливая возможность указать какому пользователю слать нотификации о том как работают скрипты из данного крон таба это обеспечивается с помощью указания служебного параметра mail to и и таком случае все все ошибки возвращаемые скриптами из этого крон таба будут отправляться на ящик юзер собака example ком как работает отправка писем в дистрибутивах мы раз обсудим наверное на десятом занятии когда будем говорить о сервисах электронной почты обычно разработчику нужно просто предполагать что это работает если это не работает обратитесь к вашему системному администратору поэтому этого вынесено во вторую половину курса до письмо будет нет письмо не будет отправляться все держилось корректно письмо будет отправляться если был поток стандартных ошибок не пуст нет не нужно просто если вы хотите чтобы он без этого скрибы из вас запущенного вами скрипта что-то пришло в письме с оповещения выпишите этого с дар и все и так кроме того чтобы запускать приложение момент старта система по команде пользователя или по расписанию нужно иногда знать что же с ними происходит отправка писем автору крон табы это конечно способ но часто хочется иметь через системе журнал того что же с ней происходило крупные и высокоразвитые так сказать приложение пишут журнала свои журналы самостоятельно и работают ними самостоятельно однако более например простые скрипты или более про или простые демоны используют для этого системная системный логгер в дистрибутиве cintos 7 в качестве системного логгера используется так называемый rc слог римау число его задача в том чтобы принять чтобы принимать себе одним из известных способов о строчке для лога и писать его и писать их в один в один из лог файлов которые скончили сконфигурирован но поскольку валить все в один файл не всегда удобно там обеспечено некоторые разделения в сезлоге есть два основных понятия это так называемые facility и их существует заранее заданный набор например aus brief mail local с local 0 по local 7 это facility для различных демонов и 2 о понятие это уровень сообщения сообщение может быть просто отладочным который отправляется за то чтобы разработчик знал в какую ветку например пошла его программа сообщение может связи просто какую-то информацию для пользователя того вот такое действие в такое-то время было выполнено сообщение могу сумму может взять предупреждение вот такое действие было выполнено однако при этом возникли следующие проблемы которые о которых вам бы лучше знать это так называемый warner предупреждение и наконец выполнение код действий прожили могу завершиться ошибкой при этом сопер нужно это сообщение об ошибке залогировать чтобы администратор могут ошибку увидеть по сообщению понять причину и исправить ее и по и понятное дело что в зависимости от того какие сообщения вы хотите получать каковы ваши задачи являетесь ли вы разработчиком этого положения или просто пользователя насколько он для вас важно сколько у вас доступного дискового пространства вам интересно получать вообще с разным уровнем например вы его может быть хотели бы получать только сообщение об ошибках данного приложения все остальное не интересует пока она работает без ошибок мне интересно что с ним происходит или на подоборот он бы интересно было получить информацию о каждом его действие чтобы в случае чего можно было использовать ее при разборе полетов именно и сислуг позволяет сконфигурировать то в какой лог файл будут попадать сообщения с каким уровнем логирования например видно что warlock messages будут попадать сообщения из всех отправлены во все facility с уровнем info или выше вот видите звездочка . info но не из facility mail mail нам дальше задается то есть независимо от того с каким уровнем пал сообщение facility mail она сюда не она сюда уже не пойдет вот прив сюда не пойдет и в крон сюда не пойдет это потому что для аутентификации авторизации сделан отдельный лог файл warlock secure это дойдет все что попадает в facility ауспри с любым уровнем логирования все что попадает с любым уровнем логирования в mail попадает в варлок мы лог все что падает все что пишет крон попадает в орлок крон и все что пишется в такие устаревшие facility как и юси пи news попадает в орлок спулю спулер это анахронизм из наверное первой половины 90-х фокусу вам с этим не придется и то что писалось поселить его local 7 это одна это одно из сказать пользовательских facility которые могут использовать для разных целей пишется в варлок бутлок кроме того rc слог обладает замечательным свойством что может принять отправлять строчки не только в локальные файлы мы по сети и кроме этого он может принимать их по сети других си слогов в сообщениях принимаемых по сети будет указаны и также и facility и уровень с которым они пришли и согласно локальным правилам и может их писать локальные логи или загнать или отправлять на на другой удаленный сервер здесь в комментариях указано как это возможно настроить простите я немного не туда нажал например можно здесь было бы настроить input tcp серверная но порту по умолчанию 514 на нем по протоколу си слога принимать стройки от другого си слога и писать их в эти же локальные файлы там был был указано в какой фасилити с тем уровнем с какого хостана пришло и и таким образом настроить удаленную сбор логов к примеру что будет если ваш сервер на вашем сервер произошла страшная ошибка из-за которой на нем полностью сломалась дисковая подсистема и уже даже нельзя прочитать его локальный лог например он сейчас просто выключена не включается и там или там умер единственный жесткий диск и вы не использовали рейд как узнать что на нем произошло перед тем как он пропал с радаров можно настроить отправку логов удаленная на удаленный сервер и тогда несмотря на то что локальные логи все например погибли из-за аппаратного сбоя можно увидеть что что же именно произошло например чем этот аппаратный сбой был вызван и отправить гневное письмо турецком султану смысле производителю например рейд контроллеры сказать ему я из-за тебя все данные потерял и вот такая ошибка при этом произошла или использовать это каким-то иным образом для того чтобы понять как избежать подобных ситуаций дальнейшем это одна одна из причин для которых имеет смысл удаленная отправка логов кроме того многие устройства встраиваемые устройства не умеют писать логи локально им там некуда но они могут отправлять логи по протоколу числога на удаленный сервер например это относится к большую часть сетевого оборудования и вы могли бы на собственном сервере настроить таким образом прием логов и писать лог того что происходит на вашем коммутаторе а на нем самом от лог писать было бы вообще некуда в нем есть только статическая флешка на котором находится в операционной системой конфигурации и никакие и ничего больше эта флешка имеет размер там 256 мегабайт например а логов он может генерировать много таким образом вы сделать просто удаленный сервер и будет туда отправлять данные как все слогом работать все слог это настолько стандартная вещь что с ним можно работать довольно легко из команды из командной строки для этого используется команда логер там можно играть каким именно facility и в как и как с каким уровнем пишет отправляется сообщение с каким тегом и убедиться что она попадает в лог сконфигурированный для данного конкретного facility для практически любого языка программирования в стандартной библиотеке есть механизм логирования все всеслог и вы можете им пользоваться например при написании собственных скриптов для того чтобы они могли отправить в системные журналы свою информацию о своей работе если же каким-либо приложением потребовалось бы сконфигурировать свои собственные логи для работы с информацией которая поступает непосредственно из них но им им естественно они бы его они будут нарывались независимо друг от друга из разных пакетов то было бы неудобно устраивать так такой же конкретную редактирование файла и ти сервис локов для этого существует директории гидрис и слог d из которой инклюзится все файлы заканчивающиеся на точку конц таким образом при установке пакета с приложением которые как-то работаете слогом и хочет сконфигурировать свой свой собственный лог или свои собственные настройки можно сделать сделать так что в пакете находился соответствующий конфигурационный файл видите сервис лог d и таким образом при установке приложения он будет там появляться при обновлении он там может поменяться если вы поменять в пакете преодолению он будет удален и не придется делать какие-то страшные костыли для совместного редактирования произвольным количеством приложений одного и того же файла вообще это общий принцип что если название какой-то директории заканчивается на . d то это директория файлы из которой инклюзится в качестве файлов конфигурации для чего-то например и тисе крон d это директор это это крон табы устанавливаемые независимо друг от друга разными пакетами эти сердце слог д это правило для слога устанавливаю независимые независимо друг от друга и тисе и там nginx конв д это независимый друг друг друга друга файла конфигурации джаникса и так далее общий общий принцип такой он часто используется для того чтобы обеспечить удобство правило управления конфигурации в системе но как быть ведь если ведь он пишется и пишется со временем понятно что писаться он будет по и ходь до бесконечности бесконечного объема жестких дисков только не изобрели ну и считая дивнул только оттуда прочитать потом ничего нельзя поэтому для того чтобы обеспечить то что с одной стороны системе пишут журналы с другой стороны никогда не вы не возникает ситуации что эти журналы все переполнили настраиваться так называемую так называемая ротация логов ротация логов часто подразумевает то то что например раз в определенный период чаще всего раз в сутки или реже по достижению логов определенного размера что менее предсказуемо вам может так нападить в одной ситуации тысячу логов в минуту в другой ситуации один в месяц поэтому такой метод используется реже файл лога меняется то есть старый файл переименовывается тому что писала в этот лог говорится начать писать в новый и астана старым файлом выполнять какие-то действия чаще всего он архивируется это поскольку обычно требуется обращение к текущим журналом а если обращение к старым за предыдущие дни недели месяца требуется реже поэтому ничего страшного что если вдруг она потребовать его нужно будет разархивировать обратно его данные принципы отлично иллюстрируются принципом ротации логов nginx а что штатном который записан в конфигурационном файле для системы утверждения мог ротает много ротает это что это штатное средство рота ротация логов во многих дистрибутивах линукса у него и и он позволяет ратию задать различные политики ротации для разных логов и у него есть знакомая для вы уже для вас директория что-то . d в данном случае директор логроты . d в которой разные пакеты могут задавать правила для ротации своих собственных логов нам случае видно что вар логан джин икс звездочка . мог то есть любой файл который заканчивая название которого заканчивается . мог в этой директории будет ротироваться по такой политики ежедневно но если там таких файлов нет вообще то ошибок не будет и будет храниться и 52 штуки сортированных после чего не будут удаляться тоже за 52 дня после ротации файл будет сжиматься причем но начинать джиматься он будет только после того как ротация завершилась они 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 сразу сначала выполняем всю ротацию а потом уже только начинаем сжимать файл значит delay компресс но мы никому не сжимаем файл если он пустой поскольку компрессия пустого файла все-таки за эту ненулевого размера из-за этого происходит проигрыш по месту указано какие конкретно будут использоваться какие будут конкретными должны быть заданы права и владелец и также для этого будет использован скрипт вот после ротации нужно сказать дему переоткрыть лог файл поскольку если был открыт дескриптор на файл этот файл был переименован то приложение которое не скриптером пользовался об этом ничего не узнает она продолжит работать просто тем же файлом поэтому нужно ему сказать от дискриптор закрыть открыт новый nginx это делает получили получая сигнал usr 1 соответственно ему отправляется сигнал usr 1 на то чтобы он взял и переоткрыл логи что она делает на этом скрипт заканчивается это пример типичный поле политики ротации аналогичный политику ротации можно увидеть например для арси слога но там помянут тот же набор логов которые мы до этого видели в арси слог конфи и однако ротируются они проще они не они не удаляются и не ничего страшного тоже есть такой файл не будет они не компрессируются и если и после того как ротация выполнена нужно сказать слогу переоткрыть файлы для этого ему отправляется сигнал хаб в рамках домашнего задания вам потребуется выполнить конфигурацию логирования в отдельный лог для иран и ротацию это много так что слога ты там вам в ближайшее время стал тут столкнуться придется также предыдущей версии курса этого этапа не было однако я видел что во время выполнения первого задания с этим возникли проблемы поэтому я решил оставить на вран для четвертого занятия то что касается конфигурации сетевых интерфейсов а скажите кто нибудь может рассказать как сказать вообще конфигурацию фигурировать определенные 5 раз 10 интерфейсов цинтосе или неизвестно хорошо значит действительно об этом стоило рассказать в прошлый раз я допустил ошибку и не упомянул то есть зачем подреживая дико кала недопонимание в дистрибутивах семейство архела или цент ос ну например не в тебя не дни в семейство тебя конфигурация интерфейсов содержится в служебной директории и диссисис конфиг нетворк скрипт и там существует кроме скриптов которые выполняют определенные действия и файлы их конфигурации основной тип который их и в цифр называется и в cfg дефис имя интерфейса там перечислено конфигурация конкретного интерфейса и здесь указано но много строчек из которых нас интересует то что интерфейс типа ethernet он пол и он получает свои маршруты по протоколу dhcp автоконфигурации о нем мы поговорим на занятии касающимся инфраструктурных сервисов но пока он про скажет протокол автоконфигурации интерфейсов по сети именно этого интерфейса и np0s3 однако не все интерфейсы нужно конфигурировать таким образом по dhcp иногда возникает необходимость создать интерфейс конкретным адресом а кроме того кто кто может сказать в линуксе можно иметь больше одного адреса на интерфейсе или нет можно все правильно а как сконфигурировать больше одного адреса для этого нужно добавить его так зовем алиас вот сейчас мы это и сделаем а скажите а вот я не слишком ли много на себя беру взял какой-то и вот ip адрес а может быть он кому-то принадлежит вообще любой 172 или 272 адреса которые все-таки кому-то принадлежат вы уверены вы не напомните вообще под серые подсети которые используются таким образом 120 120 72 до 27 это понятно все локальные то дело тут 192 что 192 168 и все да то есть то 192 168 016 а еще до 10 что какая маска говорите вообще в сидра нотации а нет и миду сидра нотации 255 это друг другой способ зале записи маски по сети это по это слэш 8 то есть первые 8 бит эта маска остальные трижды по 8 бит это адрес в рамках подсети и еще одна серая подсеть это в сидом если к сидр нотации 172 16 00 12 то есть с 172 16 00 по 172 31 255 255 и данном случае я выбрал адрес из подсети 172 16 00 16 то есть в эту подсеть входит адреса 208 216 00 по 172 16 255 255 и этот адрес к сконфигурирован как статический и при и при загрузке он был будет включен то есть я могу сейчас сделать или двое точие ноль сейчас я ошибся и нп-03 конечно же перепутал нп-03 ну да да я ей пардон я перепутал здесь циферки нп-03 с 3 они нп-03 с 0 и поле девайс в и имеет значение видите ли дело в чем раньше сетевые интерфейсы в леном все назывались просто гитаха 0 гитаха 1 гитаха 2 однако в какой-то момент определенному человеку как диме которого по страну с учения обстоятельства подается именем автора систем д это не понравилось как-то просто не называются давайте мы включим название интерфейса просто по части его по аппаратного пути на какой шин на каком порту какой шин он висит и так и сделали значит он висит на нулевом по на на нулевую на 3 к 3 устройством 0 на 0 шине и это и включили в название просто решили это делать так чтобы независимо ни от чего что при сохранении неизменной аппаратной конфигурации название интерфейса не менялась это не может быть неплохо для чего-то личного ноутбука но на серверах с этим связано например связана проблема что если к вам приехал 2 там 100 серверов и 50 и на 50 из них материнская плата просто 1 ревизии на птиц материнская плата другой они чуть по-разному распаяны поэтому там сетевые интерфейс на них будут называться по-разному хотя интерфейс одни и те же поэтому очень часто на серверах это замечательную возможность отключают и оставляют там просто гитарханолитах один это х2 но в данном случае и это не так важно это всего лишь виртуалка и вот как вы видите добавив алиас то есть и у меня был интерфейсе np0 с 3 я добавил конфигурацию для интерфейса np0 с 3 двоеточие 0 и там появился адресы по сети 172 16 0 2 16 таким образом можно добавлять дополнительные адреса как сконфигурировать какой-то маршрут отдельный малом маршрут который будет использоваться например проработать с этим интерфейсом скажем у нас есть еще одна серая сеть которая выходить с этого интерфейса для этого придется сконфигурировать дабы в файл со служебным именем роут дефис имя интерфейса и там добавить например 172 17 0 0 и это будет означать что в по в потерь 172 ой в потерь 172 17 0 16 нужно ходить не по маршруту по умолчанию а через устро а асада а через отдельный шлюз по 172 16 01 который входит в потерь 172 16 0 16 таким образом ходить туда придется именно с этого алиаса подобные манипуляции позволяют сконфигурировать системе дополнительные про мал маршруты а если потребуется добавить в эту систему еще один 102 пардон извините что вам может хорошо если кого если например нужно добавить еще один адрес 3 ну кто-нибудь готов это подойти и сделать по по образцу скажем еще один адрес из этой подсети в качестве дополнительного адреса на этом интерфейсе нет на интерфейсе np0s3 адрес будет еще один адрес адреса добавляется не на адресах адреса добавляются интерфейсов да вы готовы на вы подойдите пожалуйста попробуйте да вот например я добавлял таким образом интерфейс давайте добавим еще один как вы будете это делать здесь 11 пишем первая строчка это девайс равно и девайсе нужно без ошибок написать как будет называться один допустим пример следующий ответе на это вопрос самостоятельно вот допустим у нас то есть такая сеть у нее у сидора за забудь то есть 172 16 016 будет ли адреса то есть 2 16 но 2 и 1603 входить в одну подъезд в 16 если там только первые 16 бит и относится к матушку да да значит буду чем будет работать уже сети например мы хотим сделать это адрес в автостарте что нам нужно для этого статик нет вот про то там например может быть статика может быть 10 пи это метод которым адрес плачет интерфейсе появляется да и адрес получает статически из этой же конфигурации и он будет равно есть здесь задается то что он будет конфигурируется статически сразу при загрузке и чтобы мне его до нет 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 причем тут уровень road road это конфигурация маршрута если нужно пример кастомный маршрут с этого интерфейса положено вам не нужно просто хотим поднять этот адрес что нужно сделать да хорошо там я сам уже ошибся потому что при сейчас не нет просто слыша не надо префикс просто 16 а слышим сам поставит вот теперь все нормально можем сколько нужно символов чтобы указать полностью маску сколько нужно символов 4 на 3 плюс 3 сколько будет отлично 15 так 2 поэтому так как конечно же удобнее и вот вы видите еще один адрес появился отлично предлагаю сегодня на этом занятии закончить на последнем слайде презентации присутствует домашнее задание